Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Совсем недавно соучредители литературной премии «Ясная поляна», музей-усадьбы Льва Николаевича Толстого и компания Samsung Electronics огласили длинный список главной номинации. В лонглист современной русской прозы вошли 39 книг российских писателей, в числе которых и книга Татьяны Новоселовой под названием «Живы будем, не умрем», которую опубликовало издательство «Никея» в этом году. С нами на связи его ведущий редактор Наталья Виноградова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Во-первых, поздравляем вас с этим событием, потому что для издателя это также большой праздник, когда книги авторов замечают, когда их оценивают по достоинству. И мы, конечно, будем надеяться, что книга Татьяны Новоселовой «Живы будем, не умрем» войдет и в шорт-лист, и станет лауреатом. Но, тем не менее, какие бы успехи и пути не ждали дальше, главное, что она дойдет до читателя, что она уже реализована, что не осталась где-то в рукописи в столе, и что сейчас миллионы людей могут о ней узнать благодаря вам и вашему издательству. Спасибо вам! И хотелось бы узнать, сколько вообще книг было номинировано от издательства «Никея» в этом году для данной премии, вообще, либо можно подавать только одну книгу? Вы знаете, нам еще вдвойне радостно, потому что, в общем, автор книжки вот этой «Живы будем, не умрем» Татьяна Серафимовна Новоселова, это совершенно неизвестный, нераскрученный, непризнанный автор, это даже непрофессиональный писатель. Этот текст пришел к нам года два или три назад, наверное, самотеком, причем не просто самотеком как-то в электронном виде там, а вообще в письме, которое пришло к нам почтой в редакцию, как вот раньше приходили тексты в письме, записанные на диске, потом только нам как-то, мы все-таки как-то сумели организовать, чтобы прислали нам в цифровом виде этот текст. Это из Урала, из города Снежинска, это Челябинская область, раньше она называлась Свердловская область, Свердловская, Екатеринбург, Урал, понимаете, да? И события этих, воспоминания эти, события, о которых вспоминает Татьяна Серафимовна, они происходят именно там, вот на Урале, в далеком таком большом селе. И, конечно, очень, текст нам показался сразу сильный, вы понимаете, какая редкость, что такое крестьянские воспоминания вообще, это очень большая редкость. Сейчас еще как-то иногда уже стали прорываться какие-то публикации, но долгое время этого не было, это и понятно, это совершенно объяснимо, потому что, во-первых, таких крестьян, пишущих, таких вот шибкограмотных, не так уж и много было, да? Во-вторых, нас интересовало именно события 20 века, интересовали, и в основном, конечно, вот там, ну, первых двух, третий 20 века, это достаточно была тяжелая жизнь в колхозах, это довоенное время, военное время, послевоенное восстановление, это, ну, как бы им вообще было не до того, чтобы писать, понимаете? Им было как бы в русской деревне, в далекой деревне, очень далеко от Москвы, им было как бы главное выжить вообще как-то в этих условиях, и во время войны поддержать фронт, остались одни женщины, вы знаете, в селах, в деревнях, женщины и старики, и, в общем, то, что выпало на их долю, это, конечно, совершенно невозможно, мне кажется, никакой европейский человек даже не может себе представить, что выпало на голову наших русских женщин-крестьянок, и с каким достоинством, и с каким терпением, и с каким мужеством, и, сохранив милосердие, не ожесточившись сердцем, они сумели вообще все это перенести. Эта же книжка вошла в серию, этот текст стал частью серии «Семейный архив», и мы очень искали именно такие хорошие крестьянские воспоминания, ведь, например, какое-нибудь словечко там «Лонись», это значит «в прошлом году», или «Гопчик». Вот вы знаете, например, что такое «Гопчик»? Я не знала, хотя я много, в общем, каких-то воспоминаний и деревенской литературы в свое время прочитала. «Гопчик» — это, оказывается, высокий настил, рядом прислоненный как бы к печи, к стенке русской печи, чтобы на нем можно было зимой спать, греться там, туда деток тоже как на печку, также на этот «Гопчик» деток тоже мамой клали вместе с собой, рядом с собой, чтобы греться зимой. Ну, в общем, это, конечно, диалоги совершенно невероятные. И вот эта серия «Семейный архив», которую мы задумали и начали с записок Сергея Михайловича Голицына, записки уцелевшего, книжка, которая уже два издания у нас пережила, и очень хорошо как бы пошла. Вот эта серия задумана именно была так, чтобы мы могли свидетельство, воспоминания приводить людей разных сословий. Нам очень интересно было взгляд на XX век, такой ретроспективный взгляд осмысления событий всех страшных, и разных, и страшных, и нестрашных, и тяжелых, и великих событий нашей страны. Вот это осмысление, чтобы было глазами людей разных сословий. Конечно. И со стороны читателя я тоже хочу выступить. Я прочитала пока только первые четыре главы, но тем не менее вот этот действительно богатый русский язык, его хочется есть ложками. Там столько звукописи, столько деталей, столько запахов, ароматов. И поражаешься, насколько тонко и четко, получается, немолодой человек помнит все то, что с ней происходило в детстве, с чего все начиналось, как мама оставляла ее дома одну, и фактически она была предоставлена себе, познавала этот мир. И действительно, и тяготы, и все сложное в целом обогащено именно одной любовью. Действительно, с такой теплотой, с любовью все это переносится на страницы. И получается, то есть это человек, на самом деле, который никогда не писал. То есть она взяла и написала свою автобиографию, получается. И вот вы с ней связывались. Как вообще ее реакция на то, что вы опубликовали эту книгу? Во-первых, она техперебреждала. Она даже не надеялась. Она думала, ей достаточно было, чтобы мы хотя бы сказали какое-то просто свое экспертное мнение, что этот текст хорош. Она даже, может быть, сначала, но в глубине души, конечно, автор надеется. Но я думаю, что она, в общем, мало ставила на то, что это будет опубликовано, да еще все-таки в таком издательстве замечательном, как наше, и в такой прекрасной серии, которая уже завоевала любовь читателя. И очень хорошо, конечно, обложка. Она была очень довольна. Она говорит, вы в обложке попали просто в точку. Удивительно, мы сделали довольно много эскизов. А вот по вашему мнению, какой это жанр? То есть как-то вспоминается деревенская проза, немножко вот Василий Белов. Или вообще это нон-фикшн, получается, да? Это точно нон-фикшн. Я все-таки думаю, что это просто классические воспоминания. Это вот тот формат, который мы избрали для себя, приступая к серии «Семейный архив». Это все-таки воспоминания. Недаром мы назвали, кстати, «Семейный архив», потому что публикуются в этой серии, у нас печатаются книжки исключительно рукописи. То, что с рукописи, то, что никогда не издавалось. Единственным отклонением от этого правила была первая книжка «Записки уцелевшего» Сергея Михайловича Голицына. Но, опять же, она первый раз просто была издана очень давно, в 89-м году, поэтому это было практически новое издание и дополненное уже из рукописи. И плюс это история какой-то семьи, какого-то рода, история определенных людей, их судьбы, которые тесно переплетены с событиями в нашей стране 20 века. Это такой концепт этой серии. А какие еще из этой серии книги вы можете нашим телезрителям порекомендовать, почитать, которые именно опубликовало ваше издательство, либо вообще новинки этого года, которые именно вам лично показались наиболее интересными и достойными внимания? Если говорить о воспоминаниях, очень интересны воспоминания, которые вышли вот как раз перед «Живы будем, не умрем». Вышли воспоминания двойные такие. Софьи Николаевны, графини Софьи Николаевны Голицыной, и потом Александра Владимировича Голицына, ее сына. Это как бы и воспоминания двух поколений. Вроде бы примерно один и тот же временной период, но насколько разными глазами разных поколений. Потому что Александр Владимирович, он уже застал революционные события, и он потом через Харбин вынужден был спасаться, и через Харбин попал в Америку, и стал там личным врачом-лечащим Рахманинова, и вообще очень там стал известным человеком. А здесь он тоже был врачом, и за счет того, что он был врач, спасся, как многие, потому что он в какой-то момент все эти переделки лечил и красных, и белых. Так вот, вы спросили, чем интересно. Интересно именно тем, что дореволюционные события вспоминает его мама, княгиня Софья Николаевна Голицына, тоже очень выдающаяся женщина, там много сделавшая для нашей культуры. Она там в свое время поддерживала и Саврасова, и Поленова, многих русских художников. И вообще, вклад семьи Голицыных, вы знаете, какой вообще в историю нашей культуры. И не только культуры, и социальной жизни. Сколько больниц построено на их земле. Вот. А тот томик, вот этот вот, книжка «Нам не дано предугадать», воспоминания, она как раз интересна тем, что она совместила правду двух поколений. Примерно об одном времени. И это действительно интересно сопоставить, потому что это совершенно уже разный. И при общности некоторых основных нравственных принципов это все равно уже совершенно разный взгляд на все, на все устройство общества. Оба очень интересные. Вот нам не дано предугадать. Потом замечательная, совершенно ровесница трудного века, Ольга Сергеевна Владыжинская, замечательная книжка тоже. Купеческие воспоминания Нины Аносовой. Вот другое сословие, опять купеческое сословие. «Пока еще ярок свет», мы назвали их строчкой из известного Акуджавского, да, из известной песни Акуджавской. Вот. Это воспоминания как раз о жизни в России. 16-летняя девочка, она эмигрировала вместе с родителями, но воспоминания о России очень такие эмоциональные, юношеские, потому что она, ну, в общем, только до 16 лет прожила в России и писала какие-то дневники, и они такие вот свежие, юношеские, исполненные какой-то удивительной нежности. Очень много реалий там о жизни Петербурга, о светской жизни Петербурга, потому что они принадлежали к высшему обществу, ее семья. А отец был из купцов-старобрядцев. О 60-х годах XX века прекрасная книжка «Сквозное действие любви» Сергея Десницкого, Сергея Глебовича Десницкого. Это как раз Москва 50-х, 60-х, культурная жизнь, МХАТ, Ефремов, современник, все перипетии, разные истории про актеров, про знаменитых наших любимых, и параллельно истории его личной жизни, и какие-то вехи основные, вот жизни 50-х, 60-х годов, там, полет Гагарина в космос, молодежный фестиваль, культурные события. Все это очень живо, замечательно, остроумнейшим образом, с кучей каких-то актерских баек описано вот Сергеем Глебовичем Десницким. Еще эта книжка есть, ее немножко осталось, но она еще есть. Ну, возвращаясь к этой премии, «Ясная поляна», уже вышли во всеобщее видение фразы членов жюри, в том числе Евгения Водолазкина, все поражаются разнообразию книг, жанровому разнообразию, которые пришли. И, конечно же, все в предвкушении разборов. Вот, например, тут цитата. «В этом году у нас какое-то невероятное разнообразие книг. Представлены самые разные жанры. Исторический роман, семейная хроника, роман-фантасмагория, антиутопия. Заранее радуюсь нашей работе и нашим обсуждениям. Список замечательный». Вот, слова Евгения Водолазкина. И меня интересует, вы, издательство «Никея», вы держите руку на пульсе касательно именно прошлогодних лауреатов и вообще вот других литературных премий. На что вы обращаете внимание и читаете ли лауреатов, которые впоследствии занимают места? Вы знаете, конечно, мы стараемся это все отслеживать. Дело в том, что не всегда получается все отследить, потому что поток огромный. В любую редакцию, в любое издательство очень много приходит текстов. И совсем не все, даже иногда у довольно известных авторов вещи не всегда бывают удачные. Очень много происходит отсева. Но чтобы отсеять, особенно если автор достойный, нужно же его не просто пролистать, его нужно хорошенько прочитать от начала до конца, и чтобы аргументированно как-то автору ответить, не всегда видно. Когда откровенная графомания, это, конечно, видно сразу. А когда вещь такая вот, да, вот она непонятна, непонятно, может быть, она к концу так здорово разовьется и разойдется, и автор так распишется, что достаточно там, может быть, как-то поработать с автором и предложить ему немножко там как-то скорректировать начало, и получится хорошая вещь. Поэтому очень многое приходится читать достаточно подробно, добросовестно, не просто наискосок и не проглядывая. И поэтому я не могу сказать, что вот я не хочу за все издательство. У нас есть такие редакторы, вообще быстро читающие, замечательные, которые вообще успевают все проглатывать. Напоследок, ваше пожелание пишущим людям, тем, кто связывает свою жизнь с литературой или только хочет связать, стоит на этом пути? Самое главное пожелание, мне кажется, и оно очевидное. Тут много не редакторского опыта и много ума не надо. Мне кажется, любой читающий человек мог бы такое пожелание сделать. писать только тогда, когда действительно у тебя есть невероятно сильная потребность писать, такая мощная, которая просто... Вот это такое чувство сильное вот у настоящего писателя, которое не дает ему возможность не писать. Он не может не писать. А дальше, ну, просто учиться лучше, лучше читать как можно больше хорошей литературы и учиться лучшим образцам, стараться слышать, вот как-то слышать язык, чувствовать язык, изучать язык. Изучать — это не значит обязательно научно в нем копаться, да, но вот чем больше ты читаешь прекрасных образцов, причем не только русских, переводы замечательные, у нас очень много сильно хороших переводчиков. Если ты читаешь, много начитываешь, потому что сейчас же, вы знаете, такая эра, когда, ну, все себя считают немножко профессионалами во всем. Спасибо вам большое. Мы желаем вам лично и издательству «Никея» процветания, успехов, чтобы вы, ваши авторы, достигали новых высот и чтобы, конечно же, это было по достоинству оценено. И вашей тоже компанией, вашей программе «Процветание». Дорогие друзья, с вами была программа «В движении». До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова